Всем привет! Сегодня я расскажу про очередную интересную новинку уходящего 2022 года. Это не дорогой, а точнее бюджетный смартфон Blackview A85. Нам обещают большой дисплей с частотой 90 Гц, стильный дизайн, хороший качественный звук, NFC и куча других фишек. Все это вы можете прочитать в рекламе на странице товара, но я расскажу вам свое впечатление после всех проведенных тестов и покажу все недостатки. Ну а вы не забывайте ставить лайки этому видео и подписывайтесь на канал. Приятного просмотра! Первое, что бросается в глаза во время распаковки этой модели, стикер, на котором указано целых 14 ГБ оперативной памяти. Но если присмотреться более внимательно, то можно понять, что в смартфоне установлено 8 ГБ оперативки и есть функция виртуального расширения еще на 6 ГБ. Эта фишка реально работает и немного улучшает стабильность системы. А вообще, что мне действительно нравится в китайских смартфонах, это хорошая комплектация. В отличие от топовых брендов, Blackview полностью укомплектован и ничего докупать не нужно. Так вот, в комплекте помимо стандартного набора в виде зарядки и скрепки для лотка сим-карт, вы найдете защитное стекло на дисплей и силиконовый чехол. Фон нормального качества, даже немного притонирован под цвет корпуса смартфона. Новинка доступна в трех вариантах цвета. Глубокий синий, космический черный и небесное зеркало. Название расцветок прикольное, да и сама цветовая гамма, на мой взгляд, выбрана максимально удачно. Смартфон подойдет как мужскому, так и женскому полу. Лично я выбрал космический черный, но на самом деле черного цвета здесь вообще не наблюдается. По факту Blackview получился темно-серого цвета. Дизайн новинки выполнен в современном стиле, вживую смотрится очень круто. Это красивый стильный смартфон с матовым задним стеклом. Боковая рамка очень похожа на металл, но все-таки сделана из пластика. Толщина корпуса 8,6 мм и вес всего 193 грамма. Новинка удобно лежит в руке даже с учетом чехла, заднее матовое стекло практичное, следы от пальцев практически не остаются. Вообще задняя часть смартфона очень сильно напоминает более дорогой Xiaomi 12 Pro. По крайней мере блок основных камер они срисовали просто один в один. Но что касается элементов управления, сбоку расположены качели громкости и кнопка включения со встроенным сканером отпечатка пальцев. Он работает довольно быстро и практически без промахов. Сверху 3,5 мм под наушники, снизу микрофон, Type-C разъем для зарядки и звуковой монодинамик. Как заявлено в рекламе, здесь установлен какой-то супер классный смарт-кейбокс, который должен выдавать офигенный качественный звук. Чуть позже послушаем как он звучит на самом деле. На левой стороне программируемая кнопка быстрого доступа, на которую можно установить различные функции типа включения камеры, фонарика или установить запуск нужного приложения, например YouTube. Также из плюсов большой полноценный лоток для сим-карт, можно установить одновременно две наносимки, причем каждая с поддержкой 4G и microSD флешку до 1 терабайта. И хотелось бы отметить наличие цветного индикатора событий. Дисплей диагналью 6,5 дюйма занимает 89% передней стороны корпуса. Разрешение HD+, это 720 на 1612 точек. Соотношение сторон 20 к 9, точно 10 касаний. И самое главное, частота экрана 90 Гц, за счет чего анимация работает более плавно. Вот пример простого теста, в котором наглядно показана разница частоты экрана. Качество изображения в целом неплохое, картинка четкая, с нормальной цветопередачей и большим углом обзора. В тестах на резкость, контрастность, градиенты и тому подобное экран показал себя вполне достойно. В рекламе заявленная яркость 400 нит, что вполне неплохо на бумаге, но на самом деле, мне кажется, здесь их нет. Потому что на улице при прямом попадании солнца на экран этого не хватает, картинка читается плохо. При этом в помещении таких проблем нет. Минимальная яркость комфортная, если нужно сделать еще меньше, в настройках есть дополнительная функция, которая вырубает яркость практически в ноль. И также есть возможность настройки цвета вручную. Что касается звука, он действительно стал лучше, чем на многих подобных смартфонах, но не настолько хорошо, как пишут в рекламе. Динамик имеет нормальный запас по громкости и практически не искажает голос, например, при просмотре видео в ютюбе. Иногда даже можно услышать низкие частоты. На удивление, для бюджетников вполне хороший звук. Аккумулятор емкостью 4480 мА выдерживает до 6,5 часов просмотра видео, до 7,5 часов серфинга в интернете и до 20 часов прослушивания музыки. Есть поддержка относительно быстрой 18-ваттной зарядки, которая уже идет в комплекте. Теперь давайте поговорим о камерах. Стоит понимать, что это бюджетная модель, поэтому ждать чего-то грандиозного, я думаю, не нужно. Здесь установили фронталку на 8 мегапикселей и красиво оформленный основной блок из трех модулей. 50-мегапиксельный модуль от Samsung, на который вы будете делать обычные фото и видео. 8-мегапиксельный ширик с углом обзора 120 градусов и бесполезный датчик глубины и резкости. Смотрим примеры фото и видео. Итак, друзья, пример видеозаписи на основную камеру. Нам доступно максимум Full HD 30 кадров в секунду. Естественно, нет никакой стабилизации. Можете оценить качество видеозаписи, качество записи микрофонов. Давайте посмотрим на работу автофокуса. Автофокус работает очень медленно, но все-таки работает. Если сделать сбоку объект, сбоку уже не фокусирует. То есть объект должен быть по центру. Вот так вот. Фронтальная камера пишет также Full HD 30 кадров в секунду. Никакой стабилизации. Просматривается даже небо. Можете посмотреть, оценить качество видеозаписи опять же. Но для разговоров, допустим, по видеосвязи будет вполне достаточно. Но не более. Также в функциях этой камеры есть двукратный цифровой зум. Но он, к сожалению, не работает во время именно видеозаписи. То есть, допустим, если вы хотите приблизить, да, хотя бы с помощью цифры, вам нужно остановить запись, сделать двукратный зум и после этого опять начать запись. В чем логика, лично я не понимаю, но вот так вот это все дело работает. Хотя вот здесь я сейчас смотрю на фронталке у нас... О! Работает на фронталке двукратный цифровой зум. Пожалуйста. Но на основной камере эта функция не работает. Работа смартфона основана на 8-ядерном процессоре Unisoc T606. Это два ядера Cortex-A75 и шесть ядер Cortex-A55 с максимальной тактовой частотой 1,6 ГГц по всем ядрам. Техпроцесс 12 нанометров, графика Mali-G57. Также на борту 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения до 14 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти для хранения файлов. Напомню, что дополнительно можно установить microSD накопитель до 1 ТБ. В Antutu A85 набирает примерно 222 тысячи баллов. Ну а итоги 15-минутного стресс-теста у вас на экране. Здесь с этим все отлично. Этого железа вполне хватит для любых повседневных задач. Посмотреть фильмы, полистать ленту в соцсетях, открыть навигатор и тому подобное. Понятно, что в играх не стоит ждать суперпроизводительности, но все нетребовательные игры типа Call of Duty, Asphalt и Танки идут вполне нормально. Wi-Fi модуль работает хорошо, GPS моментально находит спутники даже в здании с минимальной погрешностью. 4G интернет и GSM связь тоже без проблем, встроенный микрофон хороший. В итоге мы получили бюджетный, но при этом очень красивый смартфон, который подойдет для решения повседневных задач. Смотреть фильмы, YouTube, соцсети и даже доступны различные популярные игры. Здесь неплохой звук, большой экран, хорошая комплектация и весьма посредственные камеры, которые подойдут для того, чтобы просто скинуть фотку в WhatsApp или сделать видео вызов. Ну а что думаете вы по этому поводу, обязательно пишите в комментариях. Кому интересно, ссылка на гаджет как всегда в описании под видео. На сегодня у меня все, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok